Самые известные гигантские статуи, высеченные в скалах. Гора Рашмур. Огромную скалу из гранитного камня можно найти в Южной Дакоте, США. И является она национальным мемориалом. В глубине камня высечен гигантский монумент высотой 18 метров, представляющий лица четырех президентов штатов. Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Создавалась уникальная резьба по камню в течение 14 лет, в период 1927-1941 годов, известнейший в то время скульптором Гадзаном Боргмуомом и его командой, насчитывающей более 400 человек. Все они занимались трудными и в то же время творческими делами. Ведь камень требовалось не только взорвать, но и придать ему правильную форму и позаботиться о том, чтобы не разрушилась созданная. И хотя работа велась в трудных условиях, за время строительства не было потеряно ни одной человеческой жизни. Завершить строительство памятника было нелегко. Для этого потребовались огромные опыт и мастерство. Сначала рабочие высекали овальные глыбы, которые служили основой для голов. Затем специалисты взрывали горную породу на расстоянии нескольких сантиметров от фактических измерений. Далее, чтобы окончательно вырезать контуры головы, они использовали пневматические молотки, кувалды, клинья и гвозди. Во время этого процесса было вырезано около 360 тысяч тонн горных пород. Изначально президентов хотели сделать по пояс, но денег не хватило. В 15 километрах на юго-запад от горы Рашмор находится мемориал неистового, или, как его еще называют, бешеного коня. Эта скульптура создавалась в честь индейского вождя неистового коня из цельной скалы. Ее начал возводить в 1948 году польский мастер Корчак Зулковский, но он до конца своей жизни не успел закончить произведение. И начиная с 1982 года эту скульптуру завершали его жена и дети. Не закончена она и сейчас из-за недостатка средств. Лик индейского вождя имеет 195 метров в ширину, а высота всей скульптуры составляет 172 метра. Лицо всадника было закончено в 1998 году. Сегодня строительство все еще идет, его достраивает семья скульптора на деньги от боготворительности. Стоу-Маунтин – одна из гор Аппалачий, монолит, штат Джорджия. Самой известной достопримечательностью этой горы является крупнейший в мире резной барельеф – мемориал конфедерации. Все работы по созданию которого были завершены к 3 марта 1972 года. Барельеф изображает троих лидеров конфедеративных штатов Америки. Президента Джерферсона Дэвиса, генералов Роберта Ли и Томаса Джексона на их любимых лошадях. Барельеф возвышается над подошвой горы на 120 метров. Вся композиция имеет площадь около 12 тысяч квадратных метров. Размеры фигур вместе с лошадьми составляют 28 метров в высоту и 59 метров в длину. В 200 километрах на северо-запад от Кабула можно было увидеть впечатляющие статуи, являющиеся частью комплекса буддийских монастырей, которые находятся в Бамианской долине. Появились они более полутора тысяч лет назад и имели тогда высоту в 37 и 55 метров. Но в 2001 году статуи разрушили талибы, которые посчитали эти шедевры языческими идолами. В Китае, в провинции Сычуань, в городе Лошани, можно увидеть древнейшую статую бога Будды, возведенную в этих краях еще в первом столетии. Это одна из самых высоких статуй Будды на планете и более тысячелетия высочайшее скульптурное творение в мире. Статуя высечена в скале горы Линь-Юньшань. Древние мастера вырезали Будду сидящим, словно бы на стуле, и высота такого огромного каменного извояния составляет 71 метр, а ширина 28 метров. Масштабы Будды на самом деле очень впечатляющие. Децебал был известнейшим дакийским правителем с 86-го под 106-е года нашей эры. Его каменную скульптуру можно найти на берегу реки Дунай возле города Орсов в Румынии. При этом статуя является самой высокой из всех каменных произведений в Европе. Высота составляет 40 метров. Ее строительство было завершено в 2004 году. Находится она в самом историческом месте. Здесь проходил мост через Дунай, который был выстроен по указу царя Трояна. Он помог римскому императору держать победу над дакийской армией. В результате Децебал был вынужден покончить с собой, чтобы не стать пленником. Статуя Большого Сфинкса в Гизе высечена из цельной скалистой породы известняка. Ее история возрождения датируется 2500 лет до рождения Христа. Большой сфинкс изображен в виде лежащего льва с человеческой головой. Его высота 20, а ширина 73,5 метра. Абусимбил – это скала, в которой высечены два древнеегипетских храма. Храмы были высечены еще в XIII веке до н.э. Громадные, 20-метровые высоты извояния фараона Рамзеса II Великого, обравляющий вход в храм, стали сегодня такими же символами Египта, как пирамиды и сфинкс. В Иордании, в долине Аравы, расположился древний скалистый город Петра. Городу, о котором даже упоминается в Старом Завете, около 4000 лет. В Петре обнаружено множество дворцов и храмов, античный театр, сотни гробниц, и все высечено в камни и очень хорошо сохранилось до наших дней. Лун Минь – комплекс буддийских пещерных храмов в китайской провинции Хэнань. Наряду с Магао и Юньганом считается одним из трех наиболее значительных пещерных храмовых комплексов Китая. Входит в составленный ЮНЕСКО перечень всемирного наследия. Это 2000 гротов, вырубленных в высоком берегу реки Ихэ в ищелье между горами. Там установлено около 100 тысяч статуй Будды и святых бодхисаттв Буддийского пантеона, плюс 3600 барельефов и резных надписей. Сооружение комплекса началось в V веке. Несколько раз оно прерывалось гонениями на буддизм, а в прошлом столетии храмы чудом не снесли Хунвейбины в годы культурной революции. Грот и ЮНГАН содержат до 51 тысячи изображений Будды, некоторые из которых достигают 17 метров в высоту. Храм святого Георгия в Алибеле в Афиопии один из разновидностей коптских подземных церквей. Целиком вырублен из скалы, из красного вулканического туфа в середине XII века. Он имеет вид греческого креста, уходящего под землю на 12 метров. Размер кирпично-красных стен храма также составляет 12 на 12 метров. С внешней стороны здания визуально делятся на этажи, украшенные сверху оконными мопроемами в виде арки. Внутри церковь святого Георгия имеет всего один этаж. Умирающий лев, Люцерн, Швейцария. Создан в честь швейцарских гвардейцев, убитых во время Французской революции в 1792 году. Длина статуи льва составляет впечатляющие 10 метров, а высота 6 метров. Впечатляющая 6,7-метровая статуя была мастерски вырезана из талагмита внутри пещеры Шапура. Паланнарува Паланнарува Средневековая столица Сингальского королевства. Каменный храм Самый знаменитый храм на Шри-Ланке. Четыре статуи Будды в различных позах, высеченные в гранитной скале и датируются 12 веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры очень реалистичны. Большой интерес представляет третья статуя, изображающая 7-метрового Будду в необычной позе со скрещенными руками на груди. Этот эпический колосс, высеченный в скале, создал в 1580 году известный итальянский скульптор Джамбалонья Джованни Дабалонья. Скульптура Аллегория Пенин Высотой более 10 метров находится на территории виллы Протолино в Италии. Скульптуры Друзья, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал в Ютубе.